МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале. Коротко о главном. Социальная инфраструктура сельских поселений будет развиваться. Премьер-министр Дагестана проверил, как идет строительство соцобъектов в районах. Более трех тысяч военнослужащих Каспийской флотилии. Свыше 400 единиц техники, авиация и флот. В Дагестане сортовали масштабные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Буханка, хлеб-полосатик, свежие булочки и много другой мочной продукции. Пекарня в Шаймель-Кале пользуется особым спросом. От ароматной выпечки в восторге и местные, и туристы. О вкусном производстве дагестанского горца расскажут в выпуске. Артем Сдунов проверил строительство социальных объектов в двух муниципалитетах Дагестана. Первым пунктом поездки стало село Баршамай в Кайтакском районе. Здесь возводят школу на 360 ученических мест. Готовность объекта 40%. Гот его в эксплуатацию запланирован на 2021 год. С рабочей поездки посетил премьер-министр из Сергакалинский район. Посмотрел, как идет строительство детского сада на 35 мест в селе Ванашимахи. Вести его в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Однако работы на объекте ведутся с опережением графика, отмечают специалисты. Уже сейчас завершается внутренняя отделка, а также обустройство внутренних инженерных сетей и кровли. Готовность объектов У вас срок сдачи первого квартала 2021 года, но тоже все возможности сделать уже в тюрьму году. Роль СМИ в освещении межнациональных отношений в Дагестане обсудили сегодня на конференции в Гуманитарно-педагогическом колледже. К участию в ней были приглашены сотрудники Миннации Республики, общественники, представители духовенства и журналисты. Участники отмечали особую роль и вклад в средства массовой информации в решение задач в сфере нацполитики. В частности, Министерство по национальной политике и делам религии всегда уделяло внимание национальным проблемам. Наша сложная социальная структура, наше дагестанское общество, многообразие этническое, многонациональное, многообразие. Многие видели в этом залог в реализации своих собственных планов. Но я еще раз сегодня хочу сказать, я рад за своих земляков, за своих дагестанцев, что мы не подались. В целом, Дагестан остался уверен всем своим родителям, всем заветам наших предков. Говоря о новых вызовах информационной среды, участники семинара выразили серьезные опасения в связи с включением в общий информационный поток социальных сетей, которые, по мнению участников, имеют большое влияние на сознание подрастающего поколения. И в этой связи семья, школа и общественные институты должны объединиться для того, чтобы воспитать молодежь в межнациональной и межконфессиональной гармонии. Сегодня молодой человек участвует в каких-то дискуссиях или же сам выдвигает свои какие-то мысли, пишет их. Он должен всегда учитывать, что интернет – это глобальная сеть, и ее может прочитать любой человек на этом свете. Мы должны эту вещь понимать. Так как верующие люди, независимо от их принадлежности к той или иной конфессии, знают, что они предстанут перед Господом и будут отвечать за свои поступки и деяния. В Дагестане стартовали масштабные и стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Они продлятся до 26 сентября. Ну а сегодня по программе подразделения морской пехоты отрабатывали задачи по обороне побережья, высадке морского десанта и нанесению огневого выражения позиции условного противника. Основные маневры проходят на полигоне Турали, Аданак и Зеленоморск. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Учения поистине масштабные. Немного цифр. В них принимают участие более 3000 военнослужащих Каспийской флотилии. Свыше 400 единиц техники, а еще авиация и флот. На полигонах развернуты наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение и проведено инженерное оборудование обороняемых участков. Я впервые участвую в таких крупномасштабных командных учениях. Это является итоговой проверкой нашей готовности, нашего подразделения к выполнению задач по предназначению. Это накладывает на меня большую ответственность перед командованием флотилии и округа. Кроме того, более 30 кораблей флотилии проведут стрельбы на Каспии по надводным и воздушным целям. В их составе находятся ракетные морские судна «Дагестан», «Калибр» и «Град Свияжск». Цель учения – проверка степени готовности Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов. Кроме того, немаловажную роль играет и проверка готовности вооруженных сил России и государств-партнеров к защите национальных интересов. Для этого участие в учениях «Кавказ-2020» принимают воинские формирования нескольких стран – это Армении, Белоруссии, Топ-Пакистана, Мьянмы и Китая. Патимат Ханапов, Дауд Гасанов, Новости ННТ. Об МЧС Дагестана обучают волонтеров, которые выразили готовность оказывать помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Для них специалисты министерства провели экскурсию по ситуационному центру, показали мастер-классы и провели обучающие лекции. Теперь добровольцы знают, как вести себя в случаях ЧС, владеют правилами самоспасения, спасения и оказания первой помощи. Начинали работать первые смены, и бах, они попадают на такое ДТП, которое даже, как говорится, подготовленные профессионалы, им бывает даже сложно вот этим разобраться. Разобраться в каком плане? Это психологическая нагрузка идет, которая на спасателей. Это очень тяжело физически разбирать. Поэтому это не так легко. Вы должны быть все готовы к этому, что вы будете видеть кровь, вы будете видеть пострадавших людей, которые кричат по помощи. Надо ориентироваться. Хлеб, от которого в восторге туристы. Герой нашего следующего сюжета. Гаджимагомед из Сунцукульского района вот уже 25 лет готовит мучные изделия для всей округи. Бизнес решили поддержать и республиканские власти. Министерство экономики Дагестана выделило субсидии предпринимателю для покупки тестомешалки. О спросе на особенный горский хлеб расскажет Алина Багилова. Баловать односельчан хлебом и булками Гаджимагомед начал 25 лет назад. Работая на других, понял, что к своему делу душа лежит больше. Вот и решил рискнуть, да и запустить свою пекарню. Накопил средства, купил первую печь, вернулся в свое родное село, выкупил пустующее здание и начал производство. Поехал в Москву, купил оттуда полный комплект пекарни в 95-м году и с того дня в свою пекарню. Сперва у меня пекарня было в Монциколе, я там работал. Потом, там тоже много стало человек, потом приехал сюда в Шамикалу. Здесь еще не было? Небольшая пекарня кормит все село и даже туристов, которых тут с каждым разом все больше и больше. Добротная буханка стоит 18 рублей, самый дорогой хлеб полосатик, его цена 27 рублей. Сельчане, чтобы не пропустить свежую партию ароматной выпечки, всегда на чеку. Знают расписание и появление горячего хлеба. Приходят забирать его прямо из печи. Тесто замешивает специальная машина. Справиться с такими объемами одному человеку вряд ли по силу, но дальше вся работа выполняется вручную. Кстати, чудо, машинку для замеса приобрел Гаджимагамед на субсидии от Министерства экономики. Вот эту тестовую машинку я купил в те день, которые они мне выдали. Плюс сам добавил. Работа совсем другая и качество другая. От 300 грамм до 35-40 килограмм она делает тест. Сейчас здесь выпекают 25 видов мучных изделий. Директор мини-предприятия делится, что теперь в его планах расширение производства. И большая надежда здесь на государственную поддержку. Ведь, по словам пекаря, со стажем для закупки оборудования нужны миллионы. Самому такие инвестиции не потянуть. Весь заработок, по словам Гаджимагамеда, уходит на поддержание и развитие бизнеса. Благодаря прошлом году Министерства экономики, хотя бы немножко поддержку получил, то спасибо. Но если бы вот такие же поддержки побольше были бы нам, предпринимателям, это очень хорошо было бы. Хочется сделать, да, оборудование поставить по-современному, ну, как говорится, евро. Мы тоже хотим, как евро. Но на это все не хватает средств. Чтобы то, что мы хотим делать, надо средств. Надо, нуждаемся в поддержке от государства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Онцикульский район». Дагестанцы смогут посетить уникальную выставку «Память поколений». Откроется она 1 октября в историческом парке «Россия. Моя история». Это первая по своей концепции и масштабу экспозиция, которая открылась еще в 23 регионах страны. На выставке представлено более 200 картин отечественных художников 20 века. С помощью новейших технологий полотна оцифровали, оживили и внедрили в них спецэффекты. Каждая картина – это самостоятельная мини-новелла с героями, оживающими на глазах посетителя. Выставка проходит в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. Мужская сборная Дагестана по регби показала лучший результат на чемпионате Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа. Соревнования двух округов, на которых успешно сыграла дагестанская команда, проходили в минувшие выходные в Кисловодске. В споре за почетный трофей сошлись 10 команд регионов. Подопечные тренера Магомеда Гаджимагомедова провели на поле шесть победных встреч. В финале республиканская сборная обыграла спортсменов из Нальчика со счетом 26-7. По случаю этого успеха регбистов чествовали в Минспорта. Поздравляя команду, глава спортивного ведомства Магомед Магомедов пообещал уделять этой дисциплине еще большее внимание. В частности, он подчеркнул, что после череды громких побед в планах у министерства создать в республике специализированную регбийную школу. Росгвардеец из Дагестана стал чемпионом ММА турнира «Естественный отбор». Сотрудник СОБР Ястреб Абдул Муталиб Гайрбеков завоевал пояс в формате Гранд Прикс. Турнир проходил в Санкт-Петербурге. По результатам двух боев Росгвардеец успешно вышел в финал, где встретился с бойцом из Челябинска Давлетманом Чупоновым. По итогам поединка единогласным решением судей победа была присуждена Абдулму Талипу. На его счету 18 боев в самых крупных бойцовских организациях. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова